За границей наши граждане ищут не только достаток или карьерные возможности. Уже очень давно тысячи украинцев только в Европе могут найти справедливость. Европейский суд по правам человека превратился де-факто в одну из украинских судебных инстанций. Наши граждане в ЕСПЧ лидеры по числу поданных исков, а наше государство лидер по невыполненным решениям. И похоже это лидерство порядком достало европейских судей. Появилось даже специальное решение по украинскому вопросу. Такого еще не было в истории ЕСПЧ. Огромный массив из 12 тысяч украинских жалоб объединили по сути в одно дело. И все эти иски удовлетворили. Обжаловать вынесенный вердикт невозможно и государству придется выполнять все эти тысячи решений. А вот сумеет ли Украина это сделать? Очень большой вопрос. Тут у нас государство с субсидиями даже толком разобраться не может. Не то что с ЕСПЧ. На субсидии опять не хватает. На этот раз аж 10 миллиардов гривен. Такие заголовки на этой неделе были практически во всех СМИ. Вообще это у нас уже традиция. В проект дозбюджета на субсидии вносить одну сумму. А потом каждые 3-4 месяца удивляться, выясняя, что денег оказывается не хватает. И требовать от Минфина выделить еще. Вот если и сейчас Министерство финансов согласится выделить недостающую сумму, в целом по году получится, что на субсидии Украина потратит аж 71 миллиард гривен. Причем проблему с субсидиями нужно решать очень быстро. Отопительный сезон как раз начинается. А эксперты говорят, предусмотренные в бюджете деньги уже израсходованы. Но чем все это грозит и чего ждать людям, если политики не успеют принять необходимое решение вовремя? Это вопросы для Андрея Рева, министра социальной политики Украины. Он с нами на связи. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Если Верховная Рада не выделит необходимые деньги на субсидии в этом году, какие могут быть последствия? Что это будет означать для людей? И не окажется ли, что украинцы, например, в декабре останутся без помощи государства? Украинцы за любые условия не остаются без государственной помощи. В целом, субсидии – это не помощь безусловно гражданину. То есть, деньги, которые предъявлены государственным бюджетом, не идут на счет наших граждан. Это співоплата государства за житлово-комунальные услуги, которыми используются граждане, которые не могут самостоятельно платить их вартость. И поэтому, согласно нашего чинного законодательства, визначается часть, которую платит безусловно гражданин, и визначается часть, которую доплачивает государство. Это зависит от количества и вартости житлово-комунальных услуг, от социальных нормативов, користуванных этим услугом, и, конечно, от доходов домогосподарства. Поэтому, даже если государственный бюджет не расплатился с поставщиками житлово-комунальных услуг, это не является основной для прекращения надания житлово-комунальных услуг безусловно гражданину. Это взаимовотношение между житлово-комунальными предприятиями и бюджетом, до которых гражданин не имеет никакого отношения. И поэтому, особенно людям, абсолютно ничего не загрожит. Ну, смотрите, вот в этом году уже не первый раз приходится говорить о выделении дополнительных средств на субсидии. А в проекте госпюджета на следующий год на это предусмотрено достаточно средств? Насколько там реалистичная сумма? Или и в следующем году тоже придется неоднократно выделять дополнительные и дополнительные средства? Главным распорядником коштей по программе житловых субсидий есть Министерство финансов Украины. Само оно формует проект государственного бюджета и планует цифры по выдаткам, за которые оно отвечает. Министерство социальной политики и все органы, которые находятся в сфере его управления, то есть, мова идет о управлении социальной защиты населения, которые безусловно призначают людям субсидии, они есть распорядниками коштей нижнего уровня. И поэтому мы вносим пропозиции, но и последний вариант прогноза за Министерством финансов Украины. Если вас цікавит наша думка, то суммы в 55 млрд. должны выстачить, за умови, если в этом году программа житловых субсидий будет дофинансована не меньше, как на 10 млрд. грн. Но давайте о том, что вы спрогнозировать можете. У вас есть прогноз, сколько наших граждан этой зимой будут получать субсидии? И обеспечит ли система субсидий всех, кто в них нуждается? Все, кто потребует субсидий, будут им обеспечены. Сколько будет конкретно субсидиантов, можно будет сказать не ранее 1 сечня. Максимальная количество субсидиантов, которая была в прошлом году, это близко 7 млн. домов и господарств. Сменшение или сближение количества субсидиантов зависит только от одного показника – от уровня доходов наших граждан. Чем выше доходы, тем меньше к количестве субсидиантов. Враховывая то, что протягом этого года заработные платы в среднем в Украине заросли на 37%. Это приведет к тому, что часть людей выйдет из программы житловых субсидий и будет самотужки оплачивать за житлово-комунальные послуги. Сколько их будет? Это можно будет сказать только в сечне месяце, поскольку до этого часа органи социального защиту населення совершит перерахунок на зимовый период. Никаких штучных ограничений доступа до программы житловых субсидий, никаких штучных скорочений или уменьшений количества людей, которые имеют право на получение субсидий, с боку уряда, с боку других органов влады не будет. Ну хорошо, зимой проверим. Спасибо. Министр социальной политики Андрей Рева отвечал на мои вопросы.